Всем привет, с вами вновь крупный игровой портал Game Awards и на этот раз мы вам расскажем о сказочной и невероятно красивой игре Trine 3 The Artifacts of Power. Давайте постараемся вспомнить то, чем же прославилась студия Frozenbyte. Скорее всего о своей уникальной платформенной серии Trine, верно? Причем с каждым разом игра становилась не только красивее, но еще и более казуальной. Лично мне первая часть запомнилась своей невероятной сложностью, причем таким уровнем сложности, когда на жопе волосы рвать начинаешь. После хардкорной первой части выходит вторая часть, самый красивый представитель своего жанра. И на этот раз игрокам приходилось уже на полную думать своей головой, так как специфические головоломки, строившиеся в физике, было очень трудно проходить. После этого вышло большое дополнение, которое было целиком и полностью посвящено зеленосадым гоблинам. Далее произошло обновление первой части, а чуть позже мир увидел третью часть, собственно ее мы сейчас и разберем. История Trine 3 The Artifacts of Power начинается с того, как рассказывают жизнь трех героев в мирное время. Великий маг Амадей завел жену и заделал себе кучу спиногрызов, вместе с которыми он теперь отдыхает на курорте в пятизвездочном отеле. Точнее говоря, на средневековом живописном побережье. Отважный рыцарь Понтий занимается спасением барашка, ведь зачем ему нужна красивая дама, если есть всегда четвероногий друг, готовый всегда поставить зад по-дружески. Воровка Зоя занимается тем, чем всегда воруют. Вскоре их покой и брачную ночь Понтия с барашком нарушает артефакт Тройка. Артефакт уникален тем, что в моменты особой опасности телепортирует всех троих героев навстречу разнообразным проблемам и бедам. В итоге герои сталкиваются с великаном, у которого болтаются огромные помидоры между ног. Причем им удается одолеть его. После победы они решают уничтожить этот артефакт и тем самым открывают дорогу злу в их мир. Что сказать, налажали ребята. Теперь им предстоит расхлебывать то дерьмо, которое они освободили, чтобы вернуть процветающему королевству прежний покой. Но проблема сюжета заключается в том, что как только вы познакомились с героями и выяснили суть проблемы, как игра неожиданно подходит к концу. Спустя 6 часов геймплея игра неожиданно заявляет о том, что продолжение якобы следует. Даже дополнение ко второй части было больше. Разработчикам было мало того, что они зажали еще пару часов игры. Поэтому они решили вырезать очень даже хорошую систему талантов. Которая не только увеличивала возможности героев, но и приносила хоть какое-то разнообразие в прохождении игры. Локаций тоже будто голубь насрал. Мало в общем. Три ознакомительных локаций и четыре полных. Ну и около десятка испытаний, которые проходятся буквально по 5 минут. Ко всему этому добавляют своего баги, который я встречал по ходу прохождения. И это все навеивало мысль о том, что во время разработки игры разработчики плевали в потолок. Кстати, во время первого запуска игра неожиданно не захотела запускаться. Потом она очень долго запускалась. А потом я ее ки*** выкинул. На самом деле все не так. Поиграть удалось, пусть и не так комфортно, как хотелось. Конечно, разнообразные ошибки не давали покоя во время прохождения. Но был уже перебор, когда, к примеру, у меня нарочно ломался мост, который нужен был для прохождения дальше. Либо во время загрузок сохранение перекидывало на начальные уровни. Ну и указав на то, чего в игре нет и поведав о тех приключениях, которые я пережил, пора бы рассказать о том, чем же все-таки игра обладает. Так как разнообразных новых деталей в игре оказалось очень много. Как могли вы уже заметить, картинка шикарная. Triantree The Artefacts of Power смотрится невероятно красиво. Разнообразные пляжи, живописные утесы, загадочные залы, невероятно красивый лес, говно под деревьями. Все смотрится очень сказочно и заставляет постоянно наблюдать за этой красотой. Главное нововведение игры это новое измерение. Передвигаться по локациям вы теперь сможете по оси Z. Причем от этого появились не только новые возможности, но еще и трудности. Во-первых, многие прыжки теперь заканчиваются тем, что вы падаете в темную пропасть. Прямо в дырку. Во-вторых, прицеливаться во врагов из-за этого намного труднее. Но даже к этому привыкаешь примерно уже к концу игры. Игра теперь не имеет такого интеллектуального уровня, как в прошлых частях. За полное прохождение игры мне пришлось подумать своей головой всего два раза. Так что школьники, несомненно, будут рады, что смогут поиграть в очередную мало вдумчивую игру. Более важно то, что теперь тут есть кооперативный режим. Причем на троих. Помимо того, что кооперативное прохождение облегчает прохождение в целом, появились и новые детали. К примеру, система воскрешений. Погиб товарищ? Значит придется отыскать его дух. Причем за ограниченное время. Так как дух вскоре покинет тело. Это так разработчики попытались продлить прохождение игры. Потому что на поиске духа тоже тратишь время. Попытались увеличить прохождение, но ни х** не получилось. Куда более интересна другая деталь по увеличению прохождения. Треугольники. Если вы не соберете определенное число этой хероборины, тогда не сможете двигаться дальше по сюжетной линии. За эти детальки вам предстоит взбираться в разнообразные труднодоступные места. Разработчики придумали кучу всякой х**, которая должна увеличивать прохождение вместо того, чтобы создать нормальную компанию. Напоследок нужно рассказать о героях, которые сами заварили эту кашу. Они тоже потерпели много изменений. Пончик, то есть Понтий, как и положено рыцарю, может раскидать целую толпу врагов. Достав свою огромную палку между ног. Машет он ей отменно. Вообще, сказать, что герой имеет какие-то уникальные и универсальные умения, значит соврать. Зоя, благодаря данной ей веревке, может теперь словно голожопый тарзан порхать по балкам и веткам. Кроме этого, благодаря веревке она теперь способна двигать блоки и другие объекты. А Мадей, старикан, теперь кроме создания ящиков, ни на что не способен. Он может только двигать предметы и на этом все. Конечно, команде без него никуда нельзя. Ведь только он может подбросить героя в какое-нибудь местечко. Или подвигать механизмы. Но на этом все. Короче говоря, Амадею пора на пенсию. Ведь среди полового гиганта Понтия и красотки Зои, он смотрится каким-то немощным и беспомощным. Амадею пора на пенсию. В итоге, игра имеет просто невероятно шикарную картинку. Имеет даже отличный запас потенциала и необычную, но свежую механику. Но все это резко портится тем, что в игре нет такого количества контента, который требуется. Скудный запас способностей героев тоже никакой радости не приносит. Try and 3 The Artifacts of Power представляет собой даже не полноценную игру, а скорее всего какое-то дополнение. Ведь не имеет она того, что должна иметь состоятельная игра. Наш обзор подошел к концу, так что до скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok